Вчера пошли же гулять, гуляли, вот я снимала, вот в этом, наверное, влоге будет. Мне залетела в правую ноздрюмошка. Пошли в детский мир, потом мы пошли в перекресток, вот, пришли домой, я давала ее промывать, я была полностью, хотя на улице я побрызгала солевым раствором, и я ее вымываю живую, с пазух, получается, у меня такой стресс был, я так начала плакать, я ненавижу на спекомах, понимаете? Так начала плакать, рыдала, рыдала, а когда ты нервничаешь, мы еще с мужем ругались, вот это, не разговаривали, когда ты нервничаешь, плачешь, переживаешь, а у меня же поражение нервной системы, и я вот эту всю ночь, вчера вот ночь спала, я вздрагивала, мне тряслось тело, мне трясется тело, мне нельзя, потом очень тяжело от этого мне это лечить, убирать, спать ложишься не стагом, глаза не закрываются, дергаются, вот эти вот нервы стреляют в глазные, я уже молчу про то, что у меня же боли, нервы болят, нервы прямо вот в горле, например, это очень неприятно, очень неприятно, да где только они болят, неважно, просто я обижаюсь, потому что... вот мы живем, и мы все знаем, что там у мамы одно, маму там это больное сердце, там, например, да, вот это, почему, Захар, почему, зная человек, и мы друг друга не... мне просто обидно, что... ну, что как будто он не бережет меня, вот. А вся фигня в том, что муж хочет жить в частном доме, я не хочу жить в частном секторе, я уже объясняла, потому что там все далеко, остановка, да, остановки далеко. Это вот этот частный сектор, который у нас за окном, мы живем на центральной улице, здесь земля 10-15 миллионов стоит, понимаете? Частный сектор, вот, я вам снимаю, вот там земля стоит 10 миллионов. Я звонила по объявлению, вы что думаете? 10 лямов. Понимаете? А подальше, тоже в городе, там подешевле, например, вот. Я про дачу вообще молчу, там еще дешевле. И то 2 миллиона для меня это большие деньги. Для меня это огромные деньги. Если бы у меня были бы 2 миллиона, я бы купила себе эту двухкомнатную квартиру, а не ютилась бы вот в этой однушке. Вот. В общем, в дом, в дом я не хочу, потому что чуть дальше, там школа далеко, то место, которое он показывает мне, там через лес, нужно ходить в школу. Ну, то есть там люди ходят, там даже на тротуар, был когда этот тротуар. Тротуар теперь надо опять делать. Это надо обращаться в госучреждение. Потому что я не понимаю, как они, я вижу, что много детей ходят, мам, садик везти тоже через этот лес. Они ходят, и почему никто не соберется вообще, вот, частный сектор, это не дача, это в городе, вот, частный сектор, городские, вот они, дома, стоят в каждом большом городе России, полно домов. Мне просто за дело написали, блядь, какая там у тебя Ставрополь, у вас деревня, какая деревня, вы думаете, в Уфе такого нет? Краснодар полная, Москва также, блядь, большая деревня ее называют, но Москву ладно, хер с ним не буду трогать. Вот, Краснодар, город-миллионник, через три часа нам ехать до Краснодара от нас. Также весь в низких одноэтажных домиках, частный сектор постепенно сносит и строит, потом там что-то двухэтажное, ну, кто как купил, выкупил, или новостройки. Вот меня это задело. Так, люди, представляете, они живут здесь в центре, да, ну, может, экология плохая, здесь же загазована, я согласна. Но они живут, они живут в центре, у них дом 15, 20, 25 миллионов стоит в центре, в деревне. В деревне столько, дома не стоят. Алло. В общем, вот из-за этого мы ругаемся, я не хочу, для меня это большой стресс, как я буду привыкать. У меня бывает такое состояние, то, что я... состояние не состояние. Одно дело, здесь, вот он говорит, вот уходить полезно. Ну, полезно, когда один-два раза в неделю, ты это... А не как загнанная собака, тебе к восьми школу дитя везти, я уже мочу про работу. На работу ходи. Короче, вот на этой почве спорим, ругаемся. Да я... Понимаете, я же до конца не знаю, мошка это залетела, или маленькая муха. Я как представила, что там личинки отложат, потом всякие истории слышала, как потом там грызут изнутри, блин, это парыши. Поэтому, короче, вот этот стресс у меня, уже психика нарушена. Доставок ламин, такой вот препарат, говорят, хороший. Ну, смотрите, я его не могу пить. Здесь в составе ламинария, я не могу ее пить, она воняет, может, потому что препарат просроченный. Я не знаю. Отвратительный. Я ее в род засовываю, и не могу ее глотать, потому что она шуршавая, и по бокам такие торчат. Вот видите, они царапают небо. У меня там не все в порядке. Фаренгит. И так все. Чешую читаю. Короче, я его не могу принимать. И этот. Не знаю, что делать, короче. Я не люблю перемен. Я не люблю перемен. Хоть я и люблю песни Виктора Цоя, его как исполнителя, все. И песня эта мне нравится. Это песня для молодежи. Я перемены в своей жизни сделала. Я закончила школу и уехала из одной страны в другую страну. Я потеряла много нервов, здоровья. Я была одна. Для женщин это же тяжело, для девочки. Я вообще тем более домашний человек. Я сделала свои перемены. Больше в своей жизни перемены я не хочу. Я не люблю перемены. Тем более с моей нервной системой. Понимаете? Для меня это большой стресс. Это был мой выбор. Я не хотела жить в Казахстане. Я не хотела учить казахский язык. И поэтому я уехала. Каждый человек решает сам. Мне было очень тяжело. Очень тяжело. Один год, по-моему, я Новый год вообще одна встречала. А первый Новый год я где, с кем встречала? А, ну, первый Новый год я встречала с Наташей. Почему? Потому что я плакала. У меня была тоже истерика. Я звонила маме с папой. Мне стыдно было, потому что потревожила их. Потому что они же меня Наташа по-моему, мне не помню или в другое со своим тогда еще парнем Максимом. Наташа это девочка тоже с Актау. Вот. Она здесь тоже училась в Ставрополь, потом из Актау уехала, там уже замуж вышла, у них ребенок родился. Я еще удивлялась проучиться здесь пять лет и все-таки уехать, вернуться туда. А потому что девочки очень тяжело, в Старопольском крае очень тяжело ждут. Понимаете, это другой разговор, это тема для другого видео. Поэтому мне, чтобы получить гражданство, мы с родителями поехали на постоянное место жительства в Калининград. Они меня сорвали, здесь два года очно отучилась, не пропускала, училась хорошо. Они меня отсюда сорвали. Туда я не хотела ехать. И все равно через два года я там получила гражданство, получила российский паспорт, и я уехала сюда. из Старополя. Ну вот. Хотя там было море, а без моря я мучаюсь. Но там холодное море, северное море, там холодно. Вот. И вот получается, вот этот первый год я с ней встретила. С ними. Она жила у руссенников. У своих. И я вот, они меня забрали, я плакала, потому что я заселилась перед Новым годом, отдала деньги, кое-какое место. Они молодые были, они могли заниматься интимом при всех нас. Они напьются и могли, при своем сыне, у них ребенок был лет 6, при нем, при нас. Девочки мне рассказывали, что зря ты, во-первых, отдала деньги сразу, но за весь месяц, за кое-какое место. Я говорю, ну откуда я знала, так принято сразу отдавать деньги. Отдала. Вот. И они же на эти деньги, ну, с виду вот нормальная семья, он в Москве даже на психолога учился, муж-то это хозяин, скажем так. Кто мог подумать, но вот есть люди, которые вроде бы с виду нормально живут и один хер бухают. И они сразу же в этот день накупили креветок, пиво. Я не видела, может быть, еще что-то было, подружка пришла, она и плохо стала, она вот, они напилась, она рыгала потом. Короче, всю ночь они, гайгуй был, это первая ночь, которая лежала, спала, лежала, тут у меня были деньги, несчастные остаток. Телефон Nokia N73. Куда ты какаешь? Я хочу какать на шоке. Ты сел? На горшок сел? И в общем, шумно, музыка играет. А вот моя кровать была за стеной кухни, там они грохот, что-то это, ты мне порассказали, что такое у них часто. Опа, открылось окно. Теперь сейчас Новый год, это же, представляете, что там будет? Они, девчонки-то, по своим этим идут. Там в другой комнате еще две девочки были, они вот собирались съезжать тоже, потому что невозможно это все съезжать, искать жилье. Они вот подружки были. И они собирались уезжать домой. А мне-то ехать недалеко, в Казахстан. Понимаете, если я выезжаю, то я должна приехать и опять искать место, где регистрироваться. Вы думаете, мне было где регистрироваться? Это была моя головная боль. Никто не хотел регистрировать. Нужно обязательно регистрироваться. На чем? На каком основании? На основании учебы. Это все через... Ну, это такие, это все службу. Меня один раз что-то не повязали, у меня срок. Идут ко мне два бугая, мента, вот эта миграционная служба, меня депортировать. Вы представляете? Вы представляете? Из-за того, что, ну, в общем, это другая тема разговора. Потому что у меня срок подходил уже к концу. Конечно, ты бывает сдрагиваешь из-за экзаменов. Это ЕГЭ здесь, там ЕНТ, ЕГЭ. Даже вот эти экзамены, правильно говорят, по сей день я бывает иногда сплю и я сдрагиваю. Ночью мне снится, как я не могу закончить школу, потому что вот эти вот тестирования дебильные. но я не могу сказать, что прям это из-за тестирования. Ну, это и обычные экзамены, может быть, в один классе, в девятом классе я, например, казахский не смогла сдать. Я пришла перестресс. Это мне понесло. И вот я говорю, что первый этот я сдавала у них, но это чужие люди, я их не знаю, стесняю, тут пришла ни подарка, ничего. В общем, я звоню родителям, папа просил потом. И вот Наташа с дядей приехали, меня зрали. Потом у нее деньги выпрашивали, чтобы они мне вернули. Через месяц они вернули, а мне-то надо после Нового года искать другое жилье, потому что через неделю, после 11-го часа, после 11-го января нужно уже в институт выходить. Ездить было далеко, хоть Наташа и ездила, но она привыкла. Ну и а на следующий год, на следующий год, второй год учебы, я встречала Новый год одна. Одна, всю неделю я была одна. Мне-то нормально, че, но просто про то, что какая бывает трудная жизнь. Не в этом дело. Я больше стрессанула из-за мошки. Из-за мошки то, что если это не мошка, а муха, хоть мне муша говорит, что от маленькой мухи ничего не разведется. Поэтому зачем мне частный сектор, если я не люблю вот это все? там я не помню, в нос мне никогда не залетало ни одно насекомое. В глаза, да, в глаза мне постоянно мошки попадали в глаза. Но это другое, ты достала и все. Но в нос больше всего меня убило то, что когда я начала промывать, она живая была. У меня шок такой был. Сижу, в общем, сидим, сидим с унулечкой моим сладким мальчиком. Давно его собиралась помыть, скупать, потому что весь пыли грязный, его надо помыть. Но они лишний любят. И шампунь у него. Не надо драться. Чего ты дерешься? Сам лез ко мне и дерешься теперь. Кукрыникс. Это Брюс, мальчик. Юстас. Юстас. Брюстас. Не надо его помыть, потому что весь грязный. Хоть там и говорят, что это не надо. А то привык драться. Сильный капец кабаняка просто. Он весит наверное 6 кило. Что-то я боюсь его мыть. Силач. Пойдем купаться? Ты что, Зось? Ну пойдем, пойдем скупаемся. Раз уже решила, раз в год можно и помыться, знаете. Отойди, Захар. Помыла его. Реально давно не купались. Так, что тут? Вытерла его, вытерла по полотенцам, по возможности облегчила. Мне надо мыть, потому что вы понимаете, грязный. Пыльных мест много в углах там, вот, если он где-то повалялся, ходит сам себе беспризорный. Раз в год помыть надо животное. может даже и два года не мыли. да, Брюс? Брюс? у нас дождь прошел. сегодня день рождения у мамы мужа. дождь пройдет и окна очень грязные прям вообще с другой стороны. Церковь красавица, православный храм. Да, походу лето не будет, все жалуются даже на Украине. это лето как осень. солнцем лето ăn